МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красногорске состоялось торжественное вручение губернаторской премии нашей Подмосковьи-2017. В этом году событие юбилея прошло в пятый раз. Из почти 19,5 тысяч заявок жюри выбрало 1818 лауреатов. А городской округ Люберцы в свою очередь выбился в лидеры по количеству поданных заявок среди муниципалитетов Подмосковья. Это дело всей моей жизни. И я очень рад, что люди оценили это, и что это нужно людям. Каково это? Быть лучшим, быть выбранным из тысяч, заслужить признание и вознаграждение за свою бескорыстную деятельность. На пятой юбилейной премии нашей Подмосковья эти чувства испытали 1818 добродетелей региона. Каждый год в этом зале мы собираемся с очень добрыми, неравнодушными, очень важными в нашей жизни людьми. Это коллективы, отдельные граждане нашей страны, которые, несмотря на огромную занятость, несмотря на то, что наш дикий и подвижный мир требует огромной концентрации, вы находите большое количество времени для добрых дел. Спасибо всем за ваши добрые дела. С каждым годом количество вовлеченных в премию людей растет, а это значит, что растет и количество неравнодушных жителей Подмосковья. В этом году проекты подавались не по тематике, как раньше, а попадали в одну из четырех категорий по количеству задействованных людей в проекте. В самой популярной категории инициатива победила жительница Талдама, которая помогает детям-инвалидам. Большая группа поддержки! Весь Талдам за вас сегодня радуется и болеет за вас! Премию губернатора присуждают за реализуемые или уже реализованные проекты. В этом году жюри предстояло оценить почти 19,5 тысяч работ. В них вовлечено 75 тысяч жителей Подмосковья. Первый юбилей премии стал знаковым и для люберец. В этом году городской округ стал лидером по количеству зарегистрированных пользователей на сайте нашей Подмосковья. И что особенно важно, мы первые и в количестве поданных проектов. На этот раз от люберчан поступило почти две тысячи работ. 66 проектов от жителей Люберец в этом году стали лауреатами. Премию второй степени получила Елена Барбышева. Проект «Мы все из одной глины» позволил людям с аутизмом развиться. Вместе с артистами они выступают в театральных благотворительных постановках. Цель проекта – это адаптация людей, испытывающих состояние аутизма, их социализация, также поддержка родителей, их семей аутистов. Премия «Подмосковья» нам дала огромный стимул, общественное признание. Мы смогли реализовать мечту наших ребят-аутистов. Они мечтали участвовать в рок-фестивале. В этом году нововведения коснулись и самой главной награды. Победителей выбирали не только решением жюри, но и на сайте – народным голосованием. Таким образом, обладателем специального приза в самой объемной категории – сообщество, когда в проекте задействовано от ста человек, стало Томилинское знамя победы. Я хочу сейчас поблагодарить каждую томилинскую семью. Здесь десятки пар глаз наших томилинских. Спасибо вам каждому, потому что в этом знамени чистка каждой томилинской семье. Наши самые уважаемые жители, дети войны, наши бабушки. Сегодня я говорю вам точно, если бы 1100 наших дедов-героев сегодня были рядом с нами, то каждый из них сказал, ну не страшно пойти на любой бой ради того, чтобы собрались потомки. И каждый в душе сказал, дед, я тебя помню. Своих земляков и обладателей наград на мероприятии поддерживали представители различных люберецких объединений и организаций, а также лично глава Владимир Ужицкий. Премия губернатора. Мы, по сути, первые в Московской области. У нас участников более 5700 человек. Мы подали на конкурс по памяти 1978 заявок. Я искренне пожелал бы, чтобы наши жители и в дальнейшем, и в перспективе принимали активное участие в подобных мероприятиях, потому что это кроме удовлетворения морального, кроме такого поиска каких-то идей и работы над этими идеями, это дает еще и материальное вознаграждение. За пять лет на рассмотрение жюри поступили уже порядка 100 тысяч проектов, за которыми стоят столько же социально значимых добрых дел жителей региона. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Итоговый форум «Лидерство – это реальность» состоялся в правительстве Московской области. За четыре года это уже 55-я встреча общественных организаций и представителей региональной власти. Форум стал эффективной площадкой, где активисты могут напрямую пообщаться с чиновниками. Форум «Лидерство – это реальность» в этот раз был посвящен подведению итогов работы общественных организаций и представителей региональной власти. В течение четырех лет в муниципалитетах Подмосковья прошло 54 межмуниципальных и муниципальных мероприятия. И уже сегодня их эффективность подкреплена конкретными действиями, решенными проблемами жителей. Из полутора тысяч наказов в адрес чиновников более половины предложений уже реализованы. «Проблемы у нас сегодня – это проблемы общие и наши, гражданское общество Московской области, и власти. Они одинаковые. Мы все за то, чтобы дороги были ухоженными, удобными, и чтобы они были. Мы все за то, чтобы в домах было тепло, чтобы здравоохранение отвечало нашим чаяниям. В сложные времена как себя ведет семья? Семья ведет себя примерно так – садится за стол и обсуждает, от чего можно и нужно отказаться, а что во что бы то ни стало надо делать». Работа форума прошла в нескольких форматах – круглый стол, конференция и пленарное заседание. Круглый стол посвятили теме открытости власти и формированию благоприятного общественного мнения о деятельности НКО. Тема конференции – сопровождение, подготовки и проведение выборов в органы власти. Мероприятие провели первые лица региона. «Сегодня собрались активные муниципальные образования, активные жители, главы, представители общественности для диалога и понимания. Те вопросы, которые были акцентированы на данных форумах, решены либо нет, либо в какой стадии они находятся. У нас форум «Лидерство. Это реальность» проходил в июле 2016 года. Были определены точки развития, а сегодня представлен стенд – стенд достижения нашего городского округа». Достижения муниципалитета Фаочи. Во время форума развернулась выставка, где районы и округи представили основные свои направления, в которых в течение года у них наблюдался прорыв. К примеру, у «Люберец» это снаряжение парашютиста для спецконтингента. Оно уникально. С ним можно выполнять прыжки с высоты до 10 километров. Кроме разработок легендарного завода «Звезда» и миниатюрных моделей вертолетов России, по-настоящему спортивные «Люберцы» показали посетителям свои способности в этом направлении. Общественники из русского характера провели во время выставки импровизированное шоу. Также в «Люберцах» чтут и историческое прошлое. О знамени Победы, созданном вручную активистами, знают уже и за пределами региона. На нем вышиты имена героев тамилинских и малаховских семей, участников Великой Отечественной войны. Пока его площадь составляет 78 квадратных метров. Для нас, конечно, огромная честь, что нас не просто заметили, но сегодня пригласили на форум лидеров. Потому что проект действительно, точнее, знамя Победы Тамилина действительно лидер. Это помогло нам, просто тамилинцам разных национальностей, объединиться. То есть для нас это стал проект, наверное, многонациональный. Действительно, когда нашим главным девизом стало, что вот наша сила в единстве. Однако в этот день люберцы объединились и на форуме, вместе с муниципальной делегацией. Встречу посетил глава округа Владимир Ружицкий. Время прошло и показало, что те темпы, которые набрала Московская область, они достаточно мощные. Они за это время очень многое сделано. И это делается, опираясь на мнение людей, на мнение жителей. Потому что в основе лидерства это реальность, вот такой идеологии, основа основ, когда именно власть, открытая власть, она опирается, она советуется, она обращает внимание, а какие же проблемы у людей. Напомню, форумы с членами общественных палат, представителями власти и активными жителями Подмосковья проводятся по инициативе губернатора Андрея Воробьева. За четыре года в мероприятиях «Идеологии лидерства» поучаствовали более 15 тысяч активистов. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Прошло расширенное заседание администрации городского округа Люберцы. В ходе встречи обсудили итоги работы по благоустройству территории округа, а также поставили задачи на 2018 год. В этом году городской округ Люберцы отмечен министерством ЖКХ Московской области как один из лучших муниципалитетов по качеству благоустройства дворовых территорий. Напомним, в рамках проведения комплексных работ в округе преобразованы 69 придомовых участков. За счет средств местного бюджета и при софинансировании управляющими компаниями установлены 57 детских и 58 спортивных площадок на общую сумму порядка 156 миллионов рублей. Здесь следует отметить, что все адреса придомовых территорий были отобраны по заявлениям жителей, согласованы управлением благоустройства с советами многоквартирных домов, с депутатами совета депутатов непосредственно с выездом на место. Но в то же время в городском округе имеет место быть жалобы от жителей. С 1 июня текущего года и по сегодняшний день на портал Добродел поступили более 6 тысяч обращений от граждан по вопросам содержания городских и дворовых территорий. Более 80% всех замечаний были рассмотрены в кратчайшие сроки. Остальные вопросы сотрудники администрации обещали отработать в следующем году. Мы постарались подойти к каждому посланию индивидуально, принять все меры к решению проблем, обозначенными жителями. На расширенном заседании администрации также заслушали доклады начальника территориального управления Томилина Октябрьский Игоря Дворникова и начальника территориального управления Малаховка-Краскова Владимира Хромцова. После этого жителям городского округа предоставили возможность задать все интересующие вопросы. В частности, у нас каждую осень, каждую весну плывет дорога. И она плывет не только у нас, но и плывет каждый шамагановший проспект на поле выходного. Это будет первая дорога по срокам начала работ, которая будет выполняться подрядчиками у нас в городском округе. После диалога жителей с сотрудниками администрации состоялась завершающая часть заседания. Глава городского округа Владимир Ужицкий вручил благодарственные грамоты лучшим работникам в сфере благоустройства. Заслуженные награды получили также активные люберчане. В Малаховке подходит к концу ремонт подъездов. Всего в рамках губернаторской программы в поселке планируют привести в порядок 114 входных групп. Все работы должны быть завершены до 15 декабря. Спасибо вам за все. Вам не мешает тут? Нет, все нормально. Спасибо за ремонт. Приемкой подъездов лично Владимир Ужицкий занимается не везде. Однако этим жителям Малаховки определенно повезло. Ремонт на Пыковском шоссе 16 сделали быстро и качественно. Повесили информационные стенды, заменили почтовые ящики, лампочки, плафоны. Полностью привели в порядок входную группу стены и потолки. Это смывка старой краски, оштукатуривание, шпаклевание поверхностей, потолка, панелей. Плюс окраска панелей, водоэморсионки, потолков, сапожков, перил, окон и так далее. Мы начали 10 октября, в столь короткий срок мы все 33 подъезда выполним. Реализация программы «Мой подъезд» в городском округе уже находится на финальном этапе. В этом году запланировано отремонтировать 1298 входных групп муниципалитета. Из них 114 в Малаховке, 67 пока еще не готовы. Завершить их планируется в середине декабря. Так получилось, к сожалению, в силу разных причин, неразбериха с управляющими компаниями, непрофессиональное отношение к своим функциям бывшей управляющей компании. Поэтому мы управляющую компанию в Малаховке заменили, сегодня зашли. Я оцениваю достаточно адекватные люди, которые и профессиональные, и есть опыт. Стоит отметить, что реализация программы «Мой подъезд» продолжится и в следующем году. Планы этих работ уже сформированы. В 2018-м только в Малаховке отремонтируют 118 входных групп. Новый офис МФЦ открылся в городском округе Люберце. Просторное помещение для предоставления госуслуг разместилось за зданием администрации на улице Звуковая, дом 3. Очередной филиал многофункционального центра торжественно открыл Владимир Ружицкий. В первые минуты после открытия нового МФЦ в нем сразу стало многолюдно. Но это не привело к большим очередям и длительному ожиданию в зале. Одновременно здесь работают 22 окна. Это позволяет быстро и оперативно предоставлять гражданам все необходимые услуги. Раньше центральный офис МФЦ располагался в здании администрации. Теперь для удобства жителей его перенесли в более просторное помещение. Конечно, мы довольны, что тут говорить, потому что было очень тесновато и неудобно в том. Очереди были очень большие и как-то всегда какие-то конфликты случались. А теперь, в общем-то, все хорошо. Поздравить коллектив МФЦ с открытием нового офиса пришел глава Люберец Владимир Ружицкий. Он отметил, что филиалы многофункционального центра будут открываться в городском округе и в дальнейшем. Мы еще в ближайшее время и на севере откроем целый ряд окон. Поэтому стоит задача, чтобы люберечане, кому будет востребована услуга через МФЦ, желательно это делал в шаговой доступности. Однако получить госуслуги возможно не только в шаговой доступности, но и у себя дома. Люберецкий МФЦ разработал пилотный проект. Теперь его сотрудники могут приезжать к жителям на дом. На сегодняшний день ни в одном муниципальном образовании Подмосковья не оказывают такую услугу. Воспользоваться услугой может любой гражданин Люберецкого округа. Для граждан-инвалидов 1-й, 2-й группы, ветеранов Великой Отечественной войны данная услуга оказывается совершенно бесплатной. Для того, чтобы воспользоваться выездной услугой, заявителю необходимо прийти или позвонить в МФЦ и оставить свои контактные данные. Новый центральный офис работает каждый день, кроме воскресенья с 8 утра и до 8 вечера без перерыва. Луизия Гязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберца. На встрече внесли изменения в бюджет муниципалитета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. А также утвердили адресную программу реконструкции и развития территорий нескольких микрорайонов в городе Люберце. Согласно решению Совета депутатов, доходы бюджета городского округа Люберцы на 2017 год будут увеличены почти на 103 миллиона рублей. Это связано с изменениями безвозмездных поступлений. Субсидии предложили уменьшить на сумму 5 миллионов рублей, а именно обеспечение программными комплексами школ и уменьшение расходов на приобретение программного комплекса для МФЦ. Эти средства будут предусмотрены в бюджете 2018 года. Что касается субвенций, предлагается увеличить в сумме 106 миллионов 471 тысячи. Расходы, связанные с компенсацией проезда учебы и обратной отдельной категории обучающихся, уменьшаются на 15 тысяч рублей. Обеспечение полнотарным питанием беременных женщин и кормящих матерей увеличивается на 6 тысяч рублей. Выплата компенсации родительской платы за присмотр уход в детских для школьных учреждений уменьшается в сумме 11 миллионов 817 тысяч рублей. Далее на заседании Совета депутатов рассмотрели вопросы о внесении изменений в бюджет города Люберцы, а также посёлков Октябрьский, Томилино, Малаховка и Красково. Все внесённые предложения народные избранники одобрили единогласно. Кроме того, по итогам публичных слушаний депутаты приняли две муниципальные программы по реконструкции и развитию застроенной территории микрорайона 92-93 на 2018-2025 годы. В соответствии с государственным кодексом были проведены публичные слушания по данной территории. Участвовало более 160 жителей. Обсуждение было жарким. В итоге самые главные вопросы были у жителей. Такие параметры предоставляемые площадью было ещё разъяснено. Также по программе реконструкции решено снести 12 домов на улицах Новая и Зелёная. По словам Сергея Таневского, в результате этой работы 345 семей улучшат свои жилищные условия. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско провёл личный приём граждан в Люберцах. Встреча с жителями городского округа прошла в местном отделении партии «Единая Россия». Большинство обращений, поступивших к депутату Московской областной думы, было связано со здравоохранением и социальной защитой. К примеру, жительница посёлка Томилин обратилась к Дмитрию Дениско с просьбой оказать материальную помощь. У женщины сын-инвалид и пожилая мать, прикованная к постели. Однако все необходимые лекарства и средства реабилитации приходится покупать за собственные деньги. Почему-то перед прямой линией с президентом нам на дом привезли бамперсы, потом тишина. Всё за свои деньги, всё, и лекарства ребёнка. Депутат Московской областной думы пообещал проработать эту тему с управлением социальной защиты населения. Стоит отметить, что вопросы, связанные с предоставлением лекарств льготной категории граждан, возникли у многих. Анатолий Богданов – инвалид первой группы. Для того, чтобы найти лекарства, которые ему выписывают по бесплатному рецепту, приходится обходить несколько аптек. Но поиски мужчины не всегда оказываются успешны. Приходится покупать за свой счёт этот счёт, понимаете? А пенсия не такая уж и большая. Ну вот они добавили сейчас 15 тысяч. Ну там ещё добавили за квартиру, там как бы льгота прошла и всё такое. А лекарства стоят 9,5 тысячи, 7,5 тысячи. К сожалению, периодически пробуксовывает выдача обязательных положенных лекарств. Поэтому люди обращаются и в этом плане ищут справедливости. И, конечно, мы каждый этот случай разберём и, я думаю, решим. Потому что опыт такой есть и ресурсы определённые есть. Всего на приём к народному избраннику пришли 10 человек. На встречу также прозвучали вопросы, связанные с предоставлением жилого помещения многодетной семье, помощью в трудоустройстве, а также содействием в работе благотворительного фонда. Луиза Игязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Марсианский робот-садовник, робот-исследователь и робот-погрузчик. Персонажи фантастических фильмов рядом с нами. В Люберцах открыли клуб командной робототехники. В рамках мероприятия также прошло посвящение юных олимпийцев в ряды сборной команды по робототехнике городского округа Люберцы. Более трёх тысяч обучающихся, 22 учебные площадки и 26 побед на соревнованиях. Таких результатов за три года работы достигла Люберецкая техношкола. Сейчас в истории учебного центра открывается очередная страница. На базе Центра развития образования создан клуб спортивной робототехники. В клуб робототехники сегодня будут посвящаться 20 детей. Это учащиеся техношколы и станции юных техников, победители районных и областных олимпиад и соревнований. Посвящение юных олимпийцев в сборную команду городского округа прошло в торжественной обстановке. Поздравить ребят и пожелать им дальнейших успехов прибыл глава Люберец Владимир Ружицкий. Люберцы – это всегда был такой регион научный, промышленный, с огромным потенциалом человеческим, с ресурсом огромным. Вы являетесь, я оценю, потомками тех традиций, которые в Люберцах наработаны. И стоит задача на сегодняшний день, каким образом развивать всё это на новом этапе. В клубе робототехники уже есть свои звёзды. Тихон Шарапов – победитель многих городских и областных соревнований. Мальчик создал уже три проекта. Самым удачным своим творением он считает марсианского робота-садовника. Делал его примерно два месяца. Два-три месяца. Делал я его сам из своего конструктора. Что он мне это делает? Он в перспективе будет функционировать на Марсе и сожжать растения. Теперь на юных робототехниках большая ответственность. Они будут представлять свой городской округ на всероссийских и международных соревнованиях. С февраля 2018 года начнутся первые этапы Всероссийской робототехнической олимпиады. А в августе сборную команду ждёт поездка в Казань и участие в международном соревновании. Воспитание и гармонизация межнациональных отношений среди школьников и студентов. Этому был посвящен круглый стол, который прошёл на базе Российского университета кооперации в Мытищах. Также в ходе встречи присутствующие искали вопросы взаимодействия между этнокультурными организациями и учреждениями образования. В этом году это уже десятый круглый стол, в рамках которого представители разных конфессий, национальных общественных организаций и представители власти обсуждают важные вопросы в сфере межнациональных отношений. Московская область – это большой дом для представителей разных наций и народностей. Мы делаем одно большое дело, которое губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв определил. Реализуем стратегию идеологии лидерства, а реализовать её разобщенно невозможно. И поэтому на таких площадках как раз и находятся точки соприкосновения и, самое главное, стремление сделать как можно лучше. Правильное взаимодействие с молодёжью – фундамент светлого будущего страны, отметили в ходе беседы гости конференции. Прививать ребёнка уважение и интерес, а также рассказывать о самобытной культуре не только своего, но и других народов, населяющих нашу страну – задача семьи. Я благодарен родителям за то, что мне в голову вбили в своё время то, что я не лесгин, не дагестанец. Я россиянин. Я живу в стране, где много национальностей. И мы станем сверодержавой только в одном случае. И победим всех, не прибегая к войне. Когда мы сплотимся и когда мы забудем о том, что христиан – ты христианин, а ты мусульманин. Это не имеет значения, вообще не имеет. На территории Московской области порядка 114 национальных культурных образований. Большую роль в освещении их деятельности играют средства массовой информации. Телеканал ЛРТ вносит свой вклад в укрепление и гармонизацию отношений между людьми, принадлежащих разным конфессиональным и культурным образованиям. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей разных национальностей дошкольного и школьного возраста. Чтение гимна Российской Федерации с детками читали тоже разных национальностей. Со взрослыми мы читали с представителями разных конфессий этот ролик делали. Также, значит, к 9 мая мы сделали интернациональное спасибо за победу. Вот эти все проекты с детьми, они стали трижды лауреатами премии губернатора нашей Подмосковья. Круглый стол – это лишь одна из форм обмена опытом обсуждения проблем и важных вопросов. Большая работа проводится и благодаря фестивалям проектной деятельности. Своими практиками в этой области поделились представители от Центра толерантности, который является одним из структурных подразделений Еврейского музея города Москвы. Это площадка, которая обладает техническими возможностями и уникальными интерактивными технологиями. Кроме этого, достаточно хорошая и большая команда специалистов квалифицированных, которые обладают теми компетенциями, которые необходимы нам в работе с подрастающим поколением. Целевые группы, которые входят в Центр – это школьники, студенты, широкая общественность, естественно. И, что интересно, это педагоги и специалисты. На заседании круглого стола для воспитания молодого поколения было предложено ввести новый школьный предмет – культура народов России, а также осуществлять обмен студентами вузов нашей страны. Благодаря подобным практикам будет улучшен процесс не только обмена опытом, но и налажено культурное взаимообогащение разных народов, особенно среди молодого поколения. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Прошло очередное заседание Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая. В ходе встречи обсудили работу патрульно-постовой службы, особенно в части охраны общественного порядка. Тему продолжит Мария Лапачева. Главная задача – быть в массовых местах, там, где могут совершаться нарушения общественного порядка. Патрульная постовая служба, на нее задача возлагается не допустить нарушения этих, а уж если совершены, то нарушителей задержать. Председатель Общественного совета Алексей Семко также подчеркнул, что сегодня сотрудникам патрульно-постовой службы приходится работать в непростых условиях. В частности, в условиях сокращения численного состава подразделения. В настоящее время там работают 182 сотрудника, а не комплект составляет 19 человек. Получается, это из-за того, что ряд сотрудников уходит на пенсию из других подразделений. Как, наверное, знаете, патрульно-постовая служба – это кузница кадров в системе МВД. Соответственно, наиболее подготовленные сотрудники переводятся либо на должности участковых, оперуполномоченных, либо в другие подразделения. В ходе заседания озвучили статистику преступлений по Люберецкому округу. За 10 месяцев работы в суд было направлено 275 уголовных дел, выявлено 460 фактов, содержащих признаки уголовно-наказуемых деяний. По ним возбуждено 307 уголовных дел. При этом 67 из них – это тяжкие и особо тяжкие преступления. По итогам 10 месяцев, по сравнению с прошлым годом, у нас в общественных местах было допущено 1467 преступлений. По сравнению с прошлым годом, на 307 преступлений меньше. Добавлю, патрульно-постовая служба – это структурное подразделение в составе МВД России, основными задачами которого являются предупреждения и пресечения беспорядков на улицах и в общественных местах, а также охрана общественного порядка. Наталья Григорьева, Мария Лапачева, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Люберчанам предложили засветиться. В городском округе Люберце прошла масштабная акция по профилактике и предупреждению ДТП с участием пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции проводили со злостными нарушителями правил дорожного движения и разъяснительную работу, а также дарили им светоотражающие элементы. Каждая третья ДТП в Подмосковье – это наезд на пешехода. С начала этого года в столичном регионе произошло более 1800 таких происшествий, 324 из них со смертельным исходом. Согласно статистике, более 1600 пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Почти половина из них пострадали по собственной вине. Пешеходы никак не хотят выполнять те правила дорожного движения, которые им предписаны. То есть все для себя решили, все знают, что да, машина должна пропустить пешехода. Но в тех же правилах написано, что пешеход обязан убедиться в том, что его пропускают. Профилактическое мероприятие в Люберцах лишний раз доказало этот факт. Зачастую люди рискуют собственным здоровьем или жизнью для того, чтобы сэкономить пару минут. И если некоторые пешеходы относятся к замечаниям инспекторов с пониманием, то другие и вовсе отказываются идти на контакт. Ходить нельзя. Я маленькая, что у него 60 лет скорой. Где можно ходить, а где нельзя. Посмотрите, какое движение активное. 14 человек погибло под машинкой. Ну что, что-то хорошего. Посмотреть профилактический ролик женщина отказалась, как, впрочем, и от светоотражающего браслета. Но другие участники дорожного движения охотно принимали сувениры от госавтоинспекции. Стоит отметить, что такие профилактические рейды сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе. Луиза Игазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Знать правила дорожного движения должен каждый. С такого девиза начали открытый урок по безопасности дорожного движения в Люберецком детском саду «Белоснежка». На этот раз не только представители правоохранительных органов объясняли правила поведения на дорогах, но и сами дети вместе с родителями создали настоящее представление о правилах дорожного движения. Детский развлекательный клуб «Светофорик», который создали родители воспитанников этого детского сада, существует уже второй год. Здесь дети играют и проводят время с пользой. Подобные мероприятия проходят раз в два месяца, а результаты не заставляют себя долго ждать. С того, что мы начинали два года назад, они не знали минимум. Сегодня они знают многое, и даже в период взрослых уже начинают кричать все правила дорожного движения. Мы можем сидеть где-то там, где, например, у меня нет машины, я не знаю, а она знает, потому что мы читаем книжки, мы смотрим всякие интересные отечественные мультфильмы. Герой мероприятия стала Баба Яга. Именно ее дети учили, что нельзя играть на проезжей части, нужно переходить дорогу только на зеленый свет, а автолюбители должны уступать полосу спецтранспорту, ведь от этого может зависеть чья-то жизнь. Светофорики и пешеходики, а именно так назывались две команды родителей и детей, придумали новый дорожный знак. Дети на каникулах собрали дворовую площадку из конструктора и пели песни. В рамках такого необычного интересного урока сотрудники правоохранительных органов напомнили не только о правилах, но и о необходимости обязательного ношения фликеров на одежде. Световой день каждый день уменьшается, темнеет, пешеходов в темной одежде не видно, поэтому, конечно, мы озабочены безопасности детей. Поэтому каждый ребенок сегодня получил, не только ребенок, но еще и мама получила в подарок небольшие сувениры, световозвращательные элементы, которые необходимо носить в темное время суток для своей собственной же безопасности. С подобными наставлениями сотрудники полиции посещают не только детские сады, но и школы несколько раз в неделю. Каждый инспектор отдела ГИБДД закреплен за каким-либо образовательным учреждением. Он проводит там беседы, лекции, а в летний период уроки на транспортных площадках, где на практике демонстрируют правила дорожного движения. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Дорожно-патрульная служба ГИБДД провела в городском округе Любрицы акцию равноправия. Она была приурочена к Международному дню инвалида, который отмечают 3 декабря. Один из этапов акции прошел возле торгового дома Томилина. Там водителям раздали листовки и провели с ними профилактические беседы, посвященные вопросам правильной парковки и системе штрафов за стоянку автомобиля в неположенном месте. В преддверии Международного дня инвалидов сотрудники Люберецкого ГИБДД провели на территории округа акцию равноправен, тем самым напомнив общественности о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья. Шестым батальоном совместно с 14 батальоном ДПС Южный проводится профилактическая акция, направленная на то, чтобы водители транспортных средств парковались согласно действующим правилам дорожного движения. Стражи дорожного порядка провели профилактические беседы с водителями о недопустимости нарушений правил парковки автомобилей на местах, предназначенных для инвалидов, а также напомнили об основных правилах остановки и стоянки транспортных средств. Здравствуйте. Шестой батальон, старший лейтенант полиции Ксюркова. У нас проводится профилактическая акция на территории обслуживания 6-го и 14-го батальона, направленная на то, чтобы водители транспортных средств, а вы являетесь водителем, парковали свои транспортные средства так, как положено. А где положено? Ну, естественно, не под запрещающими знаками, здесь все как полагается. И не парковали свои автомобили на будущее под знаками для инвалидов. Сотрудники ДПС также предупредили о санкциях. Автовладельцам, которые оставили свои машины в неположенных местах, придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Любовь Горчакова, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Многодетные и приемные семьи Люберец отметили День матери. Во Дворце спорта «Триумф» для них устроили праздник. В нем приняли участие около 35 семей. Мероприятие организовала Общественная палата городского округа Люберцы. На торжественный концерт пригласили многодетные, приемные, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию семьи. Раньше подобные мероприятия проводились в рамках круглого стола. Сегодня же это душевный праздник с песнями и стихами самым родным и близким – мамам. Мне хотелось создать атмосферу праздника. Потом мы пойдем попьем чай с пирогами. И внимание, такой, знаете, теплоты, душевности, как дома, за большим столом. Только здесь все вместе. Ну, зал не может вместить всех желающих, но мы и наградим мы сегодня самых достойных из достойных, которые, помимо того, что у них много детишек, они уделяют большое внимание и общественной жизни. Многодетные семьи – это опора государства. По статистике, их число в России с каждым годом растет, что благоприятно сказывается как на демографической ситуации страны, так и культуре, менталитете граждан. Я хотела вообще восемь детей, а муж, так как я из многодетной семьи, у меня три брата и я. А муж был один, и он тоже хотел многодетную семью, потому что много деток, потому что ему было скучно одному. И вот мы пока на половине своего плана. Это очень правильно, позиционирование материнства и счастливого детства, я думаю, это нужная вещь сегодня. Помимо концертной программы, состоялось торжественное награждение пяти многодетных семей от общественной палаты городского округа Люберцы. Отметим, что всего в нашем округе проживает около двух с половиной тысяч семей, в которых воспитывается трое и более детей. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Две пятерки. Пять лет исполнилось конкурсу «Мама-люберчанка». В юбилейном состязании приняли участие пять многодетных мам. Им предстояло рассказать зрителям о непростой профессии, быть матерью, а также покорить жюри творческими номерами. Кто же стал лучшей мамой-люберец, расскажет Анна Троян. Мы хотели тебя поздравить с днём мамы и приготовить тебе праздничный стол. Многодетная мама сегодня – это, пожалуй, Юлий Цезарь 21 века. Успеть сделать все домашние дела и каждому ребёнку. Уделить должное внимание задачи не из лёгких. Однако в конкурсе талантов участницы показали, что способны на большее. На сцене театрализованные постановки, хореографические и вокальные номера. У нас пять замечательных участниц, пять замечательных мам. Сегодня в День матери они будут, так скажем, показывать свои лучшие навыки и качества, чтобы утвердиться в роли лучшей мамы городского округа Люберца. Это у нас пятая юбилейная программа, и как раз она совпалась с Днём матери. В интеллектуальном поединке мамы-люберчанки один за одним дают правильные ответы. Смекалистые, умные и активные изо всех сил зарабатывали баллы. Во многом участницам помогали их дети. У Нины Самсонова их четверо. На подмогу в конкурсе талантов к ним присоединился и папа большого семейства. Наш свадебный танец запомнился всем на нашей свадьбе, всем гостям и родственникам. И я очень давно хотела потанцевать на самом деле. И в многодетной семье, в многодетной маме, когда маленькие детки, очень сложно выделить на это время. И вот пришла такая мысль повторить кусочек нашего свадебного танца. А баяние Нины и ее дружной семьи не оставило судейства равнодушными. По итогам конкурса Нина Самсонова стала миссис очарования. В составе жюри знатоки своего дела. Многодетная мама Елена Кончелли, руководитель молодежных движений Борис Новиков и член сообщества «Мама офлайн» Наталья Муравьева. Любая мама уже победитель для своих деток, для своего мужа, для своей семьи. И действительно знаю, что будет сложно. Будем стараться объективно оценивать по креативности, по внутреннему посылу. И вероятно, внутренний посыл и безграничная лучезарность позволила стать победительницей матери пятерых детей Юлии Власовой. Во всех состязаниях она достойно проявила себя. Вместе со старшей дочкой грациозно исполнила хореографический номер. Это полностью постановка моей дочки, которая мне подсказала, что как куда делать и как куда идти. Я не ожидала, я пришла просто поучаствовать. И то, что я заняла первое место, я реально не ожидала. Я так благодарна всем, мне так приятно, меня эмоции переполняют. Однако, несмотря на сумму баллов и исход конкурса, в этот раз победителей и проигравших не было. Для своих семей мамы Люберчанки безусловно лидеры. В завершении все участницы получили заслуженные призы, подарки и поздравления. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Члены сообщества «Мама офлайн» организовали выставку-ярмарку изделий и ручной работы. На первом этаже торгового центра «Орбита» они представили свои произведения по 15 направлениям декоративно-прикладного искусства. О творческих мамах-рукодельницах наш следующий сюжет. Активные люберецкие мамы в очередной раз доказали, что декретный отпуск – это не только домашние хлопоты, но и отличное время, чтобы раскрыть свои таланты. Изначально Юлия Кузьмина вязала одежду для себя и для дочери. Со временем это увлекательное занятие переросло в настоящее хобби. Сейчас в коллекции ее работ десятки необычных сувениров. Я очень мечтала создавать что-то своими руками, мечтала создавать вокруг себя уют, тепло, дарить его близким, поэтому занялась своим любимым делом. Знаете, я очень люблю делать веночки. Мне очень нравятся, мне кажется, они очень дополняют и какую-то атмосферу праздника создают. Таких рукодельниц в городском округе Люберца оказалось много. Руководству сообщества поступило порядка 50 заявок на участие в выставке. По результатам отбора только 15 мастериц смогли продемонстрировать свои работы. К сожалению, к большому нашему сожалению, наши мамы все сейчас онлайн. И всю свою продукцию они показывают онлайн. И именно вот эта выставка наших мам-рукодельниц, она позволяет им выйти из социальных сетей, познакомиться оффлайн. Мы регулярно проводим такого формата мероприятия. Но эта выставка стала особенной. Она приурочена к празднику Дню Матери. Активисты сообщества подготовили по этому случаю стенд с семейными фотографиями Люберецких «Мамочек офлайн». Наши мамы представили свою продукцию, и это все потому, что они мамы, потому что их сердца наполнены вдохновением от их деток. И вот, собственно говоря, все увидели шедевры, те, которые именно от счастья материнства. Впереди представители сообщества «Мама офлайн» много интересных проектов. 3 декабря они проведут спортивный квест. Победителям обещают приятные призы и подарки. Луисия Игасарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Свой 50-й день рождения отметила музыкальная школа номер 2 городского округа Люберце. В учреждении дополнительного образования сегодня 27 сотрудников, 260 учащихся и 50 лет непрерывной работы школы. За годы существования менялись только цифры. Одно оставалось неизменным – любовь к музыке. Учреждение появилось в 1967 году и изначально располагалось в Люберецком дворце культуры. Сейчас у школы свой дом на Смирновской 5А, где приспособлены классы для каждого отделения. Свой юбилей в этот день отмечала не только музыкальная школа, но и некоторые педагоги, которые вот уже 50 лет здесь работают. Например, Людмила Ильинична Чичулина. Хочется сказать, что ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Но дело в том, что жизнь есть жизнь. Грустно, приятно смотреть на молодые лица, приятно смотреть на детей, которых я очень люблю. И сейчас приятно мне видеть своих учеников, которые сейчас у нас выросли в наших стенах уже хорошими, хорошими и детьми, и хорошими начинающими музыкантами. Всех гостей в этот день встречали с живой музыкой в фойе школы, а праздничный концерт открыл оркестр народных инструментов «Русский лад». Одно из достижений детской музыкальной школы номер два в том, что ее выпускники возвращаются сюда уже в качестве преподавателей, как и ее директор Татьяна Матвеева. Она выступила инициатором модернизации здания, привлекая неравнодушных людей к содействию в развитии учреждения. Так, в прошлом году открылся камерный зал, в котором сейчас проходят концерты всех отделений. А к юбилею школы, благодаря депутату Мособлдумы Игорю Каханному и депутату городского округа Люберцы Артему Каханному, отремонтирована лицевая сторона фасада здания. Я надеюсь, что школа, она и была домом музыки, она станет настоящим своим домом музыки в Люберцах. Хочется, чтобы все были рады, все те, кто учится в этой школе, достигали больших успехов. И чтобы, как говорят, красота спасет мир, пусть музыка спасет наш мир. В этот торжественный день не обошлось без награждения педагогов, сотрудников музыкальной школы, благодаря которым ученики неоднократно становятся лауреатами престижных фестивалей и конкурсов. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. И еще один день рождения. Свой полувековой юбилей отметила Люберецкая школа номер два. Подвести итоги проделанной работы, поставить новые задачи и поздравить друг друга в этот торжественный день собрались. Педагоги, ученики, выпускники, а также представители власти. На встречи побывала и наша съемочная группа. Школа – это большая семья. И на ее юбилей в этот день собрался полный зал гостей, чтобы поздравить тех, кто ежедневно отдает свои силы и знания – учителей. С цветами и наилучшими пожеланиями к ним пришли выпускники. Для меня школа – это вообще практически моя вся жизнь, потому что я живу рядом со школой. Я играла в школу на дворе еще, будучи дошкольником, и завидовала своим друзьям, которые уже учились в школе. Сейчас в Люберецкой общеобразовательной школе номер два обучается более 500 детей. А дарят им знания профессионалы своего дела – 29 учителей школы. Из них трое имеют ученую степень кандидата наук. Ежегодно учреждение принимает участие в конкурсах. Например, в 2015 году школе был присвоен статус региональной инновационной площадки Московской области. И когда, если не в полувековой юбилей, подвести итоги своей работы? Очень интересно сейчас наблюдать за тем, как встречаются разные поколения учеников, учителей. Приходят наши родители, бывшие выпускники этой школы. Наблюдать за тем, как все меняется. И в то же время, как вот эти изменения работают, наверное, на замечательное будущее школы. Ради будущего школы и своих учеников учреждение сотрудничает с Московским вертолетным заводом, взаимодействует с Управлением образования и администрацией городского округа Люберцы. Благодаря их поддержке и совместной работе школа реализует свои задачи и планы. Профессия учителя, профессия человека, который, начиная с семи летнего возраста и до практически уже возраста юношества, ведет маленького и потом уже большого человека во взрослую жизнь, это многого стоит. Педагогический состав общеобразовательной школы номер два в этот день удостоился признания в виде благодарности и нагрудных знаков отличия. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Педагог Люберецкого дворца детского и юношеского творчества Татьяна Величко стала абсолютным победителем областного конкурса «Сердце отдаю детям». В следующем году учителю с Альфеджио предстоит побороться за звание лучшего педагога дополнительного образования страны. О нестандартных подходах к обучению музыке и любви к своей профессии она рассказала нашему корреспонденту. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! С такого музыкального приветствия Татьяна Величко начинает каждый урок, а дальнейшие занятия всегда отличаются от предыдущего. В постоянных поисках чего-то нового и интересного она старается сделать встречи со своими учениками, запоминающимися. К примеру, очередной урок может пройти в виде игры или сказки. Такой нестандартный подход мотивирует детей на творческую деятельность. Мы с вами отправляемся опять в нашу музыкальную страну. Мы с вами уже там сделали много-много всяких шагов. Ее жизнь непрерывно связана с музыкой. С пяти лет она обучалась в школе искусств. Затем уже повзрослев, поняла, что хочет передавать свои музыкальные знания детям. После завершения учебы на теоретическом факультете Ипполитовского училища Татьяна Величко устроилась на работу в детском саду. А следующим этапом стало поступление в высшее учебное заведение. Это был педагогический институт имени Ленина. Ныне он университет. Ну и потом как бы вот стала работать в хоровых студиях я работала. Основным моим местом работы это была музыкальная школа имени Балакирева, детская школа искусств. Последние три года Татьяна Величко преподает уроки музыки в Люберецком дворце детского и юношеского творчества. Параллельно она работает концертмистером в хоровой студии. За плечами учителя Сальфеджио 23 года стажа. Всё это время она придерживается главного правила – в работе с детьми надо быть с ними на равных. Мне кажется, что у меня иногда это получается в другую сторону. Как-то дети меня воспринимают, наверное, слишком уж как подругу. Вот бывает такое. Недавно Люберецкого преподавателя признали лучшим педагогом дополнительного образования Московской области. Участие в конкурсе было нелёгким. Среди отборочных испытаний – открытый урок с абсолютно незнакомыми детьми, самопрезентация и педагогическое сочинение. Я считаю, что в таком конкурсе стоит даже просто поучаствовать, независимо от того, победил ты или нет. Это очень много даёт даже самому человеку. Ну и потом мы же тоже, в общем-то, не должны стоять на месте. Мы должны тоже что-то узнавать новое, развиваться. Иначе как мы будем учить детей? Впереди у учителя музыки ещё одно серьёзное испытание. Участие во всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Он состоится в следующем году. Так что у Татьяны Михайловны есть время, чтобы тщательно подготовиться. И в этом ей, конечно, помогут любимые ученики. Луиза Игязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Красковский культурный центр отметил 20 лет со дня своего создания. Учреждённый в 1997 году центр возродил культурную жизнь посёлка. А коллективу, по-настоящему влюблённому в своё дело, удалось создать современное творческое пространство и вырастить таланты, которые теперь известны на весь городской округ. Ну а день рождения центра люди творчества отметили под девизом «Наш путь к успеху». В пяти часам вечера в фае-центре собираются гости. И все те, кто имеет непосредственное отношение к культурной жизни посёлка Красково. Пришедших встречает директор центра Елена Росса и начальник управления культуры администрации Красково Валентина Шмыкова. Это учреждение было создано 20 лет назад. Время, когда учреждения культуры практически закрывались, экс-глава Бадаев Искандар Исмаилович принял решение создать для жителей возможность заниматься в творческих коллективах. Валентина Шмыкова – одна из тех, кто стоял у истоков создания центра. Здание в управлении культуры передали в плачевном состоянии. Ранее здесь располагалось охранное предприятие. Чтобы культурный центр смог полноценно работать, помещение требовало ремонта. Было принято решение обратиться к губернатору Московской области, который, посмотрев, как действует культурный центр, он сказал включить программу реконструкции и технического обращения, переоснащения. На данный момент в центре сделан современный ремонт. Работает более 15 студий и кружков для детей и взрослых. А местные жители регулярно посещают культурные мероприятия и занятия, которые здесь проводят. Я второго ребенка сюда вожу. Настолько тут, я не знаю, развивают разносторонние детей. Просто, я не знаю, то есть можно ребенка сюда любого возраста отдать. На юбилей культурного центра практически все студии приготовили номера. А первыми на сцену выходит хореографический ансамбль «Волшебная страна». Девчонки из коллектива хоть и имеют большой опыт выступлений, но все равно немного волнуются. Мы отрепетировали все. Я волнуюсь, потому что новый номер, я еще не танцевала его. Мы все его не танцевали. Мы все отработали, поэтому меньше волнения. Сотрудников культурного центра поздравляют депутаты городского округа Люберцы, представителя управления культуры администрации, а также депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Я желаю, чтобы вы эту планку не опускали и продолжали радовать и Люберчан, и Роскальчан, и Подмосковье, Россию и весь мир своими талантами. На данный момент на базе центра создано 35 творческих коллективов, а это более 900 человек. Каждую неделю на этой сцене проходят концерты, спектакли, поэтические номера. И это не предел, ведь 20 лет для культурного учреждения – это только начало большого творческого пути. Станислава Меркурьева, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно, следующее узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберца есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»